Всем доброе утро. Сегодня у меня последний день в больничке. Доктор сказала отпустит уже домой. Погода у нас холодная. Сейчас покажу. К нам пришли на обход. На улице снежно, холодно, пасмурно. Я уже собираю свои манатки. У меня тут чемодан, рюкзак. Сама тоже уже оделась. Осталась только куртку, теплые штаны. А нам принесли завтрак. Сейчас поем и поеду. Рисовая каша, бутерброд с маслом и сыром и чай. Я еще покупала творог и бородинский хлеб, которого нам так не хватает. Все это дело заточу, соберу свою посудку и поеду. Такси вызову, домой поеду. Я уже собрала постель свою. В общем, в России вот такие современные кроватки. Смотрите. Ну не как раньше эти металлические. Вот, смотрите, здесь вот так поднимается штуковина. Если больному тяжело встать, можно вот так поднять. Фиксируется, чтобы не падал, чтобы легко было опереться. С той стороны такая же штука. Вот, кнопочку нажимаешь, чик, опускаешь. В общем, матрас удобный. А то в каком-то лохматом году в опережке лежала. Ужас, да, вообще. Вот, чемодан собран, полки опустошены. Сейчас вызову такси и помчусь домой. Дело еще полным-полном сегодня. Надо все успеть купить, загрузить, замотать, взвесить и завтра утром в аэропорт. Такие у меня дела. Чемодан собран, лифт вызван, такси тоже. Все, погнали. С Богом. Подлетели меня. Вышла я уже на улицу, жду такси. Должен подъехать Volkswagen Golf. Спасибо огромное докторам. Они просто боги своего дела. Очень все быстро, четко, слаженно, без это самое, без каких-либо проблем. Фух, я уже домой забежала, закинула стирку, разобрала свой чемодан и теперь вот по такому гололеду иду в СДЭК получить свой любимый Василек. Сейчас сначала в магазин зайду, что-нибудь по мелочи там куплю еще, что вести с собой хочу. Глазами поторгую, а потом пойду в СДЭК. Вот такие отвратительные дороги в плане некомфортабельности для ходьбы. Вот. Фух, вот я люблю асфальт. Здесь пойду. Здесь могу спокойно идти, а когда гололед, жесть, как страшно. Без рук, без ног можно остаться запросто. Фух. На улице уже прям зима-зима. Если мы когда прилетели, еще вроде как и осень не сильно спешила отступать, но 1 декабря зима вступила в свои законные права. На дорогах образовался гололед. Всю ночь с 30 ноября по 1 декабря шел снег и вот так теперь грязно, слякотно, сыро, холодно. Вот. Зима-зима-зимушка-зима. Фух. Сейчас посмотрим, что там в магазине, что я там хочу. В магазине еще раз включу камеру. Настена, детям своим покупаю ерунды всякой. Вот. Ну, раз уж им везут, то себе и нашим турецким друзьям тоже везу. Так что, Астена, не нашла твоего сухогруза, но какой-то вот Артур или как его там. Короче, привезу, все привезу. Будет лезть, все привезла. Вот. Ну, тоже кольца кальмаров сушеные-вяленые, как ты хотела. Иди мое. Мое. И бейтеровка моя. И набор для Глинтвейна взяла. Взяла такси, приехала в аптеку. У нас здесь есть аптека 24. Мы ее больше всего предпочитаем, потому что она такая, достаточно большая. В ней хороший ассортимент. Вот. Эта аптека находится достаточно далеко от дома. Поэтому пешком я не стала до нее добираться. Но обратно, если что-то не куплю еще в одну аптеку, пойду уже пешком. А потом еще хочу в церковь зайти. Везде тут тоже, смотрите, новогоднее настроение, тема. Очень красиво. Пойдемте внутрь. И здесь, смотрите, веточки с шапочкой. И здесь все украсили. Молодцы. Вот что, что не отнять. Так это то, что в России везде так украшают красиво. Такая у нас красивая аптека с аквариумом. Вот именно такой фирмы нет. 22. Фирмы такой, к сожалению, нет. А так есть и новов... Вот даже витрины украшают елочными игрушками, различными снежинками. Такая красота. Эх, везде чувствуется Новый год. Вот видите, какой классный снеговик. И на дверях везде снежинки. В общем, молодцы. Везде абсолютно новогоднее настроение. Так, я купила не все лекарства, поэтому пойду еще в аптеку. А дальше видно будет. Ой, мама, чуть не навернулась. Блин, ребенка смешно. Так, пошла я дальше. Куда мне лучше сначала пойти? Я думаю, церковь или аптека. Ладно, сейчас приму решение. Не стала я далеко ходить в другую аптеку. В общем, закупилась в Асне. В принципе, купила все, что мне нужно. Теперь пойду в церковь. С церкви пойду в магазин. Вот такие у меня планы. Снег идет. Я надела шапку, капюшон, дутые штаны. Дядя или кто там, мальчик. А, я думала, упал человек, а ребенок катается под росток. А, я не знаю, что это касается. Вот. Теперь я немножко прогуляюсь по этой, как сказать, замечательной погоде, которая мне прям метет в лицо снегом. Вот. Прогуливаться я буду до церкви. А как мне лучше выйти туда? Такое ощущение, что мне здесь где-то надо пройти. Да. Так. Если я пойду туда, значит, мне потом придется все равно возвращаться туда. Пойду я искать дорогу здесь, короче. Потому что церковь находится вот в этом районе. Вот. Так. Прошла сначала дом такой красивый. Потом решила вернуться и вам показать. Сейчас вернусь. С того места начну снимать, с которого красота все это открывается. Так, это не красота. А вот смотрите, какая красота. Елочки в ряд посажены, снаружи посажены. Очень красивый дом. Супер. И внутри, с той стороны, тоже елочки в ряд посажены. Очень красиво. Я пришла в церковь. Попросить у Боженьки здоровья. Чтоб все было у всех хорошо. Здесь можно святую воду взять бесплатно. Какая красота. Какая красота. Я купила свечки. Сейчас поставлю. Я купила святую воду. Какая красота. Какая красота. зашла я в ленту чтобы купить игру и смотрите вот она рукола рукола в россии отличается внешне от турецкой и стоит она за 125 грамм 145 рублей со скидкой по карте лента ну что друзья доктор мне выписала антибиотики я принимаю теперь антибиотики в течение пяти дней ой бегаю сегодня как конь толком не снимаю у меня батарейка села на телефоне в общем купила я и икру красную лососевую банка сгущенки поедет со мной вот такую филешечку этого селедки взяла вот таких дымовских колбас понабрала чечил меня просили взяла пачку себе пачку в подарок майонез московский провансаль повезу конечно же сметана у меня остается попробую ее завтра в дамскую сумочку не получится ладно фиг с ней очень хочется сметану и детей накормить хоть немножко бородинский хлеб тоже попробую если не получится выкину так что еще я купила киви надо кстати отдать сейчас сестра у меня еще двоюродная приедет киви яйца у меня остались уже их тоже некуда 5 яйца рыбка скумбрия тоже так жалко осталось че я еще купила с собой это брать а где у меня икра то круто еще завтра не найду а еще рыба филешечка мой блин как много всего вон она икра вон она икра зеленых маночках короче по 140 грамм в общем купила все необходимые медикаменты которые мне нужны на ближайшее время потратила кучу денег сходила в церковь поставила свечки святым за здоровье и ваши в том числе значит что еще сумку собрала сумка будет наверное я не знаю с небольшим перевесом василька вытащила из багажа пытаюсь вручную кладь и и примастырить но насколько это будет успешно не знаю в общем сюда еще у меня должны будут майонезные дела пойти майонез я положу сюда кочудян положила короче сумка большая собрана в общем вещей кучу я не знаю как это все увести я не знаю будет ли завтра ко мне пегасус придираться потому что вещей конечно дофига надо было наверно багаж больше брать нет что-то погорячилась 20 килограмм мне мало оказалось так но в принципе все последние штрихи я уже закинула стирку постирала чтобы вещи по приезду были чистенькие различные пелен очки с собой в больничку брала полотенце все платьишка который носила все постирала вот покрывала с кровати алексей увез поэтому теперь у нас вот такая сборная солянка лишь бы кровать не пылилась это вещи уже подготовлено в которых я завтра поеду одену на себя за мной приедет брат несмотря на то что я поеду на машине все равно я на себя 33 шкуру одену чтобы не замерзнуть наверняка так что еще утюг уже никак вообще никуда поэтому он остается елочка моя вот это хэнд мэй хэнд мэйд тоже остается туда наверх шкафчик чик дедушка которая у нас все время висел на этой двери как называется крыть его тоже куда никуда примастырим так здесь куча всяких платежек долговой платежный документ нет у нас никаких долгов до свидос а я еще алексею обещала сфотографировать свет сейчас пойду это сделаю а иначе потом забуду вот такие у меня дела в общем выписывалась я из больницы нет давайте я лучше 10 минут хотя бы полежу в общем выписывалась я из больницы совершенно здоровью здоровая у меня вообще ничего не болело теперь у меня будет болит поясница немножечко но болит надо отдыхать короче мама мне вообще сказала целый день лежать я целый день как конь ношусь сначала я побежала за васильком в кб в кб купила спиртные напитки там какие-то всякие желтые полосатики хринятики всякие вот эти вот штучки которым молодежь любит там нас семья молодежь появилась вот попросили но если им везу как я не привезу себе и нашим турецким друзьям я взяла на всех потом все это дело поделим с турками вместе выпьем съедим детям раздам вот в кб значит побежала василька побежала потом пришла домой потому что уже была сильно так нагружена две бутылки этого спиртного взяла вот пока дома туда-сюда чемодан собирала потихоньку упаковала все потом вызвала такси на ту сторону нашего города поехала в аптеку в нашу любимую в которой мы всегда ходим у нас есть скидочная карта на нее как который я успешно забыла вот но любезный сотрудник пикнул какой-то qr-код и скидку мне все-таки предоставил пятипроцентно я закупила не все там что что мне нужно было поэтому зашла еще в соседнюю аптеку закупилась там в принципе из медикаментов теперь я уже купила все что мне необходимо вот потом я пошла в церковь это все пешком я уже иду до из аптеки в аптеку потом в церковь уже пешком потом я зашла в ленту с ленты я пешком пришла до нашего дикси и уже из дикси пришла домой в общем находилась натаскалась не скажу прям что прям глобально тяжелые сумки у меня были но тем не менее они были вот теперь спина ладно немножко 10 минут час полежу надо мне еще не забыть свет сфотографировать еще сестра сейчас должна прийти к им дан напишите в комментариях кто знает об этом препарате и кто слышал от нас об этом препарате это не реклама но в прошлом году мы лежачего в постели не встающего папу алексея подняли на ноги слава богу спасибо боженьки спасибо к им да ну спасибо людям которые нам помогли достать комдан в общем мы все-таки думаем что комдан ему помог он встал на ноги и сейчас потихоньку уже хотя бы на улицу уходит гуляет прогуливается ну то есть передвигается по дому а в прошлом году он лежал вообще комдан прокололи вот и теперь я понимаю что комдан не только людям в возрасте предназначен но и молодым тоже поскольку я перенесла операцию алексей тоже в турции страдал давлением я купила профилактическую дозу профилактическая доза там получается три коробки я взяла три коробки себе три коробки алексею сейчас вот сестра должна приехать привести все это дело вот и это дело я тоже должна буду куда-то разместить ешки матрешки вообще катастрофически у меня места не хватает я не знаю наверное буду доплачивать за перегруз немножко небольшой перегруз или виски оставить дома оставлю я наверное виски чуя голову морочил зачем мне этот перегруз платить виски не пропадает пусть стоит до нашего следующего приезда приедем как мы в этот раз приехали хопа атом 07 хеннесси стоит такой смотрит и говорит возьмите меня в турцию вот сейчас поставлю в кладовку этот вискарь да и тоже это самое следующий нас наш приезд будет приятная такой нежданчик для алексея вот алексей мне сказал купить и привезти а я куплю и поставлю в кладовке пусть стоит он не портится точно я так и сделаю зачем мне этот перегруз переплачивать а мне комдан важнее чем виски потому что я сейчас под завязочку прям вот 20 килограмм у меня ровно при том что я еще не посчитала две банки шпрот я должна положить ну короче надо это самовать вытаскивать немножко что-то из багажа вот ласты я туда свои примастырила старые старые которые еще и не знаю ленину наверное видели но они такие удобные друзья мои там уже одна лямка оторвалась мы там какой-то ремешок мне папа примастырил туда там такое вообще без слез не взглянешь на эти ласты но тем не менее несмотря на то что вот они такие древние да в них так удобно их просто не чувствуешь все ласты последующие которые мы покупали после этих ласт ну просто рядом даже не стояли по удобству ни одни ласты мне не подошли вот я люблю свои старые они такие в отличие от современных они более широкие более короткие и их на ноге не так сильно ощущаешь не так тяжело ими грести но при этом гребешь как будто на мотоводном этом едешь знаете очень быстро гребется вот поэтому ласты я свои взяла их никуда не выкинул они мне важнее чем виски уж алексей будешь смотреть этот влог извини ласты важнее и комдан тоже важнее вот точно я бутылку виски литровая бутылка виски представляете сколько она там весу занимает сейчас я ее и выкину вот такие у меня дела лежу поясничка чуть-чуть подтягивает побаливает но я терплю я лежу я сильная я справлюсь завтра буду дома малая завтра получается я вечером поздно приезжаю прилетаю потом наверное мы поедем ночью домой в ночь получается с 3 на 4 мы при мы будем дома а 4 у малой у моей названной доченьки настеньки день рождения я и обещала морковку по-корейски сделать хочешь не хочешь надо будет встать и делать эту морковку вот еще у меня на следующей неделе рецептов нет еще и рецепт надо новый надо у настены спросить чё она там вкусненького будет готовить может что-нибудь вам покажу чем чем этот но чтоб приятное с полезным настена все равно будет для дня рождения готовить а я бы вам показала бы этот рецепт спрошу все она будет готовить она там шашлыки собиралась жарить там просто овощи салат какой-то вот но тем не менее а вдруг чё-нибудь чё нибудь она будет печь она у нас любит печь тортики печет пиццу вкусное делает вот в общем рассказала вам все новости все свои совсем со всеми своими ощущениями поделилась с вами вот буду отдыхать сейчас скоро уже я думаю с минуты на минуту а может и не с минуты на минуту время без 15 7 у нас скоро приедет сестра моя такие дела